Здарова ребятушки, с вами Ладушки, тут у нас опять эти пёсели, мы опять оказались в этой помойке сраной, я не хочу, ладно. Понимаете, паркуры, загадки, вроде да, с пёселями, не знаю, у меня ещё с Hotline Miami не заладилось, такие, да-да-да, ага, не хочу, ну не хочу пёселей, чёрт, выплыв, Вик, а что там внизу? А, нет-нет-нет, я говорил, что нет никаких индикаторов, есть, еле слышно, я такой, когда ему становится фигово уже. Схватиться я не могу, там вроде ни за что, ни за что. Плохо? Плохо! Он меня на лету поймал, по-моему это было очень неудачное решение. Так, ладно, пробуем ещё раз, бежим дальше до конца, потом пробую. Я, кажется, понял, что мне нужно делать, я не успею до конца, он меня поймает. Да, это не вариант. Я вот сейчас уже второй раз, когда загружался, я увидел, по-моему, что мне надо делать, сейчас посмотрим. Помните, как фишка с рампой была, когда пёсик бежал, нужно было его по рампе обхитрить? Я не успел достаточного времени выиграть, я не успел достаточного времени выиграть, или успел? Или успел? Успел. Эй, не, 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 ты чёрт, зачем я остановился? Расслабился на секунду. Тут нельзя расслабляться, я... Так ты не с воды. А, фух, меня-то здесь и загрузили, отлично. Быстрее, они сейчас там это... А, ага, я понял. Я понял, что от меня игра хочет фигли. А чё так сложно-то? Ладно. Рано, надо было. Спрыгаем? Да прыгаем же! Нужно было... Короче, они не добегают до сюда до конца, они понимают, что каким... Ну, как бы алгоритм им подсказывает, что я уже спрыгнул, они разворачивают. Нужно подождать, чтобы они добежали. Тадам! Не хватает ровно времени на одну досточку. Смотрите, раз! До свидания, лузеры! Пошли вон! Видите, висим здесь до конца! Да! Два! 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 Идите сюда! Да мункулы! То есть, можно здесь висеть, они всё равно сюда бегут, потому что они типа могут достать до меня. Я всё равно не побегу, потому что я сейчас побегу, а они за мной побегут, и я ещё и четвёртый раз перестрахуюсь. Идите, к чёрту, давайте сюда. Какое же нервное, начало серии-то. Я чувствовал, что с собаками будет фигово, и все мои чувства подтвердились. Идите, к чёрту. Да? А чё вы так затихли-то резко? Ну, такого не бывает. Обычно собаки, если они гавкают, они там до хрипа прям гавкают, пока не сдохнут, они там гавкают, а тут оп, и всё. Не, ну я понимаю, опять же, что это скрипты, игра такая. Ну, окей, окей, ты выиграл. Но всё же. Смотрите, сколько раз я уже вниз опускаюсь, и всё время есть куда. Как вам такое? Ч-ч-ч-ч-ч, человек. Ты кто такой? Мне нужен этот батискав, я понял. Но мне нужно стелсово пройти. А, ну в принципе, ладно. Я могу без вреда для себя опускаться на любые глубины. Ребят, мы же совсем недавно с вами играли в этот фар. Помните? По-моему, вот прям навевает. Так, назад я уже, конечно, не пройду, да? А что я делаю этим? Так, погодите. Вперёд тут нету. Тут есть вниз. Как, извините? А, вот. Минуточку. А, погодите. В данном случае контрол это у нас какой-то... Да, это рывок. Всё-всё-всё, я понял. Мне нужно было просто направить себя и рвануть туда. Я что-то сразу вниз так поплыл и не посмотрел даже в этот... Вперёд. Что-то там было. Может быть, как раз на это и рассчитано? Типа ловушка для игрока. Не, ну эффектно ничего не скажешь. Очень сильно похоже на вот эти вот вайбы из фар. Особенно вот, которые у нас были на канале. Я же говорю, что есть первый-второй. Первого у нас не было. На канале второй был. И там вот эта фишка с подводным плаванием. Ребят, кто не смотрел, обязательно гляньте. Игрушка офигенная, атмосферная. В смысле? Мне ещё ниже? А что там ниже? Я же в какую-то бесконечность сейчас уплыву. Так, тут стена. Окей, я к ней приближаюсь. Я буду потихонечку по стенке опускаться, чтобы не терять хоть какие-то ориентиры, потому что когда находишься... О, вон там вроде как что-то. Находишься где-то посередине какого-то пространства, то возникает полное ощущение, что ты не движешься. Ну, то есть потеря ориентации. Нужно... Вот так вот сделать, да! Бронебатискав. На самом деле офигенно, я не ожидал такого поворота. Это очень классно. То есть серия началась с боли и собак, но сейчас стало прям неплохо. Вынесли какую-то палочку. Погодите, а что вдруг? Ёлки, там какой-то экран, непонятно что это. А что с другой стороны? Номер 2. Опять же, что такое номер 2? Коридор номер 2? Тогда вон там номер 1 или номер 3. Причем, смотрите, сам Батискаф не разворачивается. Я разворачиваюсь, внутри него там такое кресло кругленькое. Я такой, оп-оп! Поворачиваюсь. Что происходит? Экшони! Я его так разобью, вам не кажется? Экшони! Надо вот тут, по-моему, еще. Еще. Есть шансы, что я его просто разобью. Что? Извините. А я зачем это делаю? Да, тут есть трещины, да, оно разбивается. Но я пока что не вижу смысла в своих действиях. Может быть, еще вот тут как-то... Ну, вроде как разбивается больше, но там арматура. Я не вижу смысла дальше это долбить, потому что там арматура, и я это все равно не пробью. То есть, там были трещины, оно начало разваливаться, но сейчас я не вижу в этом смысла. Тут вот эта дверь... А, да? А, да? Не сюда теперь? Погоди... А я могу вылезти из него? Стой! Я же не могу вылезти из него. Ха-ха-ха, да? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Могу сделать. Хорошо, тогда что? Давайте искать опции. Что нам здесь доступно? Есть экран. Ну, я это называю экраном, хотя на самом деле это... Может быть, что угодно. Так, давайте думать. Опять же, есть вещи, которые не просто так. Вон там мы разбили не просто так. Для чего? Давайте логически мыслить. Опять же, все, что не под водой, видно чертовски плохо. Потому что тут фонарик хоть что-то освещает. Я сначала думал, что мне придется, наверное, или вылезти вон там, пойти по верху или что-то такое. Но я пока... В это я не вижу смысла долбиться. Может быть, попробовать еще здесь? Тогда... Сколько долго это надо будет делать? Я не думаю, что это помогает. Черт. Черт! Я не могу туда никак заглянуть, я не могу никак посмотреть. Есть как-то способ... Стой. Вылезти отсюда. Есть способ? Мне кажется, на такой глубине меня просто расплющит. Давайте подумаем. Так. Чисто теоретически, зачем нужно было бы разбивать вот эту штуку, чтобы я мог вылезти из батискафа, проплыть там, с той стороны открыть вот эту белую дверь, и потом, выпрыгнув батискафом, перепрыгнуть через эту железку и попасть туда. Но! Это теоретически. Ха-ха-ха-ха! Я могу это сделать! Ай, как... Как это так, короче? Не забейте. То есть, мои некие соображения по этому поводу оказались правильными. Или же... Или же я вообще бросаю батискаф? Погодите. Мы так не договаривались. Чисто теоретически я тут выхожу, но... Опять же, вот. Мне нужен будет батискаф, чтобы пробить там. О! Я все-таки предположу, что мне сюда. Нет? То есть, я просто ухожу, хотя погоди. Твою зонуку! Не-не-не-не-не! Не-не-не! Стой! Это да! Не делай такого! Никогда в жизни! Хорошо! Допустим! Что это нам дает? Кроме того, что это платформа, на которую я могу встать. Зачем она? Куда мне надо забраться? Туда что-то, минуточку, я могу толкнуть просто эту дверь? Вряд ли. Ну, давайте пробовать. Я не спорю. Просто вон там внизу, оно выглядит явно так, как будто мне нужно протаранить это батискафом. У меня не хватает дыхалки. У меня не хватает дыхалки. Вот здесь, видите? Он начинает задыхаться. И мне явно туда. Он сейчас еще и не выплывет. Нет, выплыл. Хорошо, попробуем тогда по-другому. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Давайте обратно наверх, потому что мы оттуда бежали в панике. Посмотрим, что там есть. Тут, возможно, в несколько этапов все это придется делать. Так. Или мы просто уходим отсюда? Ну, это же неправильно. Там же явно было место, как продвинуться. Только нужно было понять, как открыть. Короче, вот этим я недоволен. Если мы сейчас просто идем дальше и не вернемся к тому моменту... Я что-то запустил. Ах ты ж! Нормально. Я не знаю, почему оно так работает и что оно должно делать, но ладно, нормально. Игра меня сейчас держит в таком подвешенном состоянии. Вроде... Не, мы идем дальше. А, а, не, 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 вернись. А, не, мы идем дальше. А, не, все-таки вернись. Зацепись! Будь человеком. Кнопка открывающей двери. Фу ты, ну ты, блин. До свидания. Я же ж сказал. Ух ты ж, ты кто? Залезь. Ух. Уи! И хорошо, что этому я уже научился. Так, окей, окей, окей. Мы возвращаемся. Все туда же. Все к тем же. Нам нужно вот эту штуку сейчас открыть. Это я понял. Да. Так, я был прав. Хорошо. Что дальше? Сюда. А внизу тогда что? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Если это не секретка, я не знаю, что я вам сделаю. А, вижу. Это секретка. Ну тут, смотрите, еще сколько... Да? Ладно, допустим. Это вы мне вот так вот предлагаете? Серьезно? А... 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 Так, да. Но он же не допрыгнет. Или допрыгнет. В чем я очень сильно сомневаюсь. То есть, мало того, что я должен найти этот секреток, я еще тут должен сейчас ломать голову с этим пазлом, как его... Нет! Погодите. Вы хотите мне сказать, что мне сейчас нужно на этом чебуреке... Не-е-е-ет, погодите. Стойте, стойте, стойте. Это невозможно. А что если... Так, вылези. Нет, 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 нет. Ну-ка, вот так делаем. Он утонет или нет? Мне интересно, вот этот перец, он мертвый, не мертвый? Он утонет. Ха-ха-ха. Это сработало. Ха-ха-ха-ха. Вы не офигели там, случайно? Ха-ха-ха. Такие схемы проворачивать. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! так friends in low places друзья в низких местах я сначала подумал что нужно будет прыгнуть и пока пока я в прыжке выскочить из батискафа и еще раз прыгнуть чтобы подцепить но оказалось вот вторая схема она более правдоподобная все поплыли обратно сказать что я офигел ты ничего не сказать какой же ужас нет это прикольно это интересно но просто знаешь такой смотришь логической точки зрения и вроде как у тебя все сходится и вдруг ты осознаешь что от тебя хотят создатели игры и такой чип надо будет потом посмотреть сколько секреток я нашел потому что какая третья но 2 точно я не помню по моему может быть даже третье и прикиньте вот сюда пья назад уже не зашел так это мне нужно вылезти выходить чтобы я нырнул сюда я же не даны а тут вылезти из батискафа можно исключительно когда-то на поверхности ладно согласен это логично то есть и потом нет никакой системы скорее чтобы мы на мель не сели а зачем а вот зачем это сделать нет погоди а я вот это не я не вижу смысла зачем я это опускал мне проще было когда вода была выше погодите или я бы тут да нет я бы проплыл стойте мы возвращаемся как было я бы тут не проплыл я щас сам тоже не проплыву ух ты давай скорей все я ладно ладно я понял зачем это было джи пацаны я нашел джи стоп эта кнопка там да нет я там не проплывая погоди я вот окошко пролезу нет меня туда не пропускает что я здесь делаю опять зачем извините стой погоди да вы серьезно опять воду опускать я же до права в прошлый раз я доплывал с поверхности вроде да ну что вода опустится и мне будет опять проще хорошо допустим то есть чтобы подплыть здесь потом преодолеть там теперь опять нужно здесь я проплыву да да нормально погоди а здесь я с батискафом или я пешком и дальше я понял это можно перепрыгнуть болеют забавненько тогда там можно будет протараниться погодите минутку я посмотрел где у нас ближайшее сохранение и что нам стоит делать ну что вроде как серия наверно надо бы заканчивать дать проплывем еще немножко боник что за фигня вы это видите а как ну да он меня убивает аж почему как вы чё но это же не вас погодите я чё-то не понимаю в этой жизни его свет отпугивает я понял как только он ко мне все 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 как только он по мне попал я мужу ничего не сделаю то есть а а как мне двигаться назад стойте нужно двигаться потихоньку чтобы он оставался передо мной ты не 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 а а а и а а а стоять тварь скотина там по идее есть та штука которая мог закрыть до мне надо разбить черт блин это трудно тогда хорошо ребят давайте продолжим уже в следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодших всем покеда а 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 Субтитры подогнал «Симон»